Так, ну чё, привет, чуваки! 86 дней до халвинга, коротенький обзор по рынку. Ну что мы тут видим? Смотрим на CoinMarketCap, видим, что всё опять позеленело, капитализация вроде как возвращается обратно в сторону 300-ки, и вроде как всё хорошо, и с альтами тоже, да? Вон, EngineCoin сегодня офигачит, Decentraland, Satoshi Vision. Посмотрим Coin360. Ну и тут мы видим тоже такую же историю, что биток минус 0.44, а всё остальное зелёное, да? Это за день. А если мы посмотрим за час, ну за час это вообще шум, за час непонятно, всё красно-зелёное. За 7 дней, если мы посмотрим, то... Ммм, кстати, интересно, за 7 дней, за неделю только эфир у нас дал, 12%, Tezos тоже 12%, Ripple вот полтора, а всё остальное просело на 5, на 12, на 16, ну вот как мы видим. Интересная, кстати, тема. Но за месяц, если мы посмотрим, то всё гипер-зелёное, вон, биток дал 12% почти, эфир 60 почти, БЧ-20 почти, БСВ, кстати, всего 12. Про БСВ сейчас мы ещё поговорим, поджём. Лайткоин 26 дал процентов, Dash не вижу сколько, плюс 6, плюс с половиной. Ну, Tezos, понятно, 130% дал, да? Там NIO, кстати, 32. Binance Coin дал 35. Короче, за месяц всё идеально выглядит, прям как бычий рынок, всё охренительно. Вот, но вчера, я не знаю, вы помните, нет, что творилось, если вы именно торгуете в рынке регулярно, да, то вчера был полный ахтунг, хотя его здесь даже не видно. Вот, посмотрите, на дневках это всего лишь вот такая вот сопелька. Вот, и на эфире ещё более интересная картина на дневках. Вот, эфир к доллару. Тут у меня этот индикатор гуппи, который из двух лент скользящих состоит. Вот, вот так он называется на TradingView, если кто-то захочет попробовать, гуппи и эмейс. Вот, он на самом деле гениально отрабатывает на дневках и на недельках, то есть он, посмотрите, как долгое время он красный. То есть, когда вот эта более быстрая лента, скользящая, она внизу, под более медленной, то медленная становится красной. Это индикатор, там, что мы в медвежьем, да, рынке. Потом она на какой-то момент, когда её пересекает, более быстрая, медленная, она становится серым. И вот только после того, как она там закрепляется, после попытки видеть такого дампа или пампа, уже индикатор становится зелёным. То есть, в серой зоне какое-то время он должен побыть. То есть, это такое двойное или даже тройное подтверждение. И вот по этой гуппе мы зелёные, то есть она обычно долго зелёная. Я уже показывал в прошлых видео. Вот, если посмотреть в прошлом, видите, она когда становится зелёной, она ждёт неплохой забег всегда. И сейчас, по идее, ещё этот забег только начался, и она в такой момент выступает как линия поддержки, как и эмейс Риббон тоже, вот, видите, об неё. Вот, и по идее, если так сейчас будет, то мы должны её коснуться и от неё отбиться, как минимум. Но эфир, видите, её даже не коснулся и попёр дальше наверх. Сейчас доминация битка падает, вроде как, ну... Точнее, сейчас эфир к битку растёт сильно. На битке вот с этой гуппи я смотрел, там другая история, мы её уже почти кольнули. Вот, видите? На битке такая же ситуация, в принципе, с этой гуппи. Она тоже позеленела и даёт хороший индикатор на лонг, на дневном и на недельном таймфреймах, вот как здесь. Но, видите, тут она тоже выступала поддержкой всё время в бычьем забеге и в медвежьем, соответственно, сопротивлением. Но видите здесь, какой расклад? На битке она... Биток её уже потрогал, посмотрите. И в теории, в теории он может сейчас ещё чуть-чуть ниже её потрогать и потом от неё отбиться, если мы дальше в бычьем рынке. Может, конечно, и пробить и уйти вниз, тогда мы в медвежьем, и это всё краснеет, как бы вся эта теория, как вот здесь вот, рушится. Но по всем показателям, по халвингу, опять же, и по голденкроссу, к которому мы сейчас подойдём, всё-таки мы в бычьем замесе. Смотрим теперь, что такое голденкросс, да? Вот, обратите внимание, когда на дневке, на дневном таймфрейме 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную, да? То есть, вот красная, вот это у нас, это 200-дневная, вот, МА, Moving Average, она, соответственно, более медленно реагирует на движение цены. И вот 50-дневная зелёненькая, она более быстрая. Так вот, когда 50-дневная пересекает, вот у нас был голденкросс, мы видим что? Мы видим подъём на 200%. Неплохо, да? За сколько? Вот если купить этот голденкросс и продать на пике, 200% за 69 дней. Но, естественно, мы же на пике не знаем, что надо продавать. Хотя было видно, кстати, на этом пике. А, и меряю я неправильно, да? Да. Мерить-то надо не от точки пересечения, а от точки, где цена. А дальше, если залезть в историю, мы посмотрим, вот, предыдущий буллран. Тут вообще, мы-то ждём с вами. Вот такой вот буллран. Но были и фейковые. Вот, видите, голденкросс, сразу же Death Cross фейковый, и потом уже настоящий голденкросс. Вот сейчас такая же ситуация, на самом деле. Сейчас был уже голденкросс, потом был Death. И вот сейчас второй голденкросс, который вообще, ну, типа, блин, ровненький. И вот, смотрите, если бы вы купили на вот том голденкроссе, и до пика мы поднялись на 3900%, ну, 4, считай, тысячи процентов за 773 дня. А если бы вы продали Death Cross, ну, как же, дали подтверждение, да? Вы же не знали, что это пик. Вы бы всё равно заработали 1828% за 870 дней. Ну, неплохо, как бы, за 3 года. Даже меньше. С ноября 15 по март 18, да? За 2,5 года. Рост составил 1800%. Это не считая вот этих пиков и вот этих дампов, которые ещё мы не имеем подтверждения. То есть, тупо купить здесь и продать там. Короче говоря, эти голденкроссы, вот, видите, что происходит? Когда вот, если бы вы купили предыдущий голденкросс, скажем, вот здесь, биток вырос после этого на 149%. Но даже если бы вы продали не здесь, вы же не знаете, что это пик. А вот здесь, на Death Cross, всё равно 61% плюс за 182 дня. Это неплохо. Так что вот, это, на самом деле, очень significant, как это сказать, значительный индикатор, очень важный. Как и вот тот гупи, который я вам показывал. Да, но не надо обольщаться. Смотрите, допустим, в предыдущий Death Cross цена не сразу пошла вниз, а был дикий памп в Death Cross. В Death Cross, кстати, часто бывает памп. Видите, он даже его пробил выше. Все, наверное, здесь думали, ну всё, сейчас это фейковый, мы типа наверх пойдём. Так что по этой же теории сейчас может быть и дамп в Bull Cross, в Golden Cross. Легко может быть. Хотя обычно, по моим личным наблюдениям, чаще это бывает в Death Cross. Вот, посмотрите, здесь Bull Cross. Ну, я так называю обычный крест, вы поняли. Golden Cross, золотой крест. И дампа в него не было. Видите, цена просто зависла над ним и ушла сразу резко выше. То есть сейчас в теории, если будет так же, то, в принципе, уже надо покупать и ходить вот туда. Но в Death Cross наоборот. Видите, в них цена пампом пробивает. Это по моим наблюдениям. Вот в этот Death Cross тоже, видите, здесь памп был прям в него. И ещё потом чуть выше. Это чтобы лонгистов засадить в ловушку. Ну-ка, давайте посмотрим вот этот Bull Cross предыдущий. Вот он у нас был. А вот он был, конечно, да, видите, сильный спайк. Но конкретно после Bull Cross не сразу пошёл рост, а мы упали ещё. На самом деле, я извиняюсь. Мы упали ещё на 31%. То есть, people здесь подумал, о, всё, круто. Накупил. И мы упали на 30%. А потом ещё раз почти туда же упали, видите. То есть, тут это не значит, что надо прям супербыстро залетать на всю катушку. Но это очень крутой индикатор. Он отрабатывает на долгих таймфреймах. Вот. Ладно, с Bull Cross разобрались. По Gupy что смотрим? Ну, Gupy вот вообще отлично отработал. Даже эфир его не коснулся. Что у нас с Gupy с этими на битке? А вот на битке коснулся он Gupy, видите. И сейчас, если он отсюда-то бьётся, это будет хороший знак. На битке. Так, давайте посмотрим недельный расклад. А недельный расклад у нас и по Gupy бычей, смотрите. И по Magdi очень бычей, видите. Magdi на недельках именно оно только пересеклось и пошло в рост. Хотя на дневках Magdi вроде как в коррекции. Вот. На дневках Magdi пошло в коррекцию. Но на дневках бывает вот такой, фейковая коррекция, коротенькая. И потом опять зелёная. Поэтому Magdi я бы больше недельному доверял. Недельный Magdi тоже, посмотрите, как отрабатывает чётко всегда. Зелёная растём больше года. Красная падаем больше года. Ну вот здесь были, конечно, ложные пересечения. Но по факту, да, вот. Здесь вообще сигнала не было и торгов не было. И вот потом опять, смотрите. Зелёная растём. Красная падаем. То есть, по сути, те же дескроссы только на Magdi. Вот. По эфиру тоже давайте взглянем недельки. Там на недельках вообще интересно. Видите, на недельном эфире, в отличие от битка, Gupy всё ещё красная. Шейфир очень сильно упал у нас. Она даже не зеленела вот здесь, когда мы росли. В прошлый раз до 360. Поэтому. Поэтому, guys. Сейчас, ну, как бы, вот. На Binance тут я смотрю 5 минутки уже. Потому что тут видно движение. Но это больше для точек входа и выхода. И, конечно, вон, видите, быки всё хавают сейчас. Любую просадку. Вон, откупай не хочу. Но очень осторожно советую вам быть. Потому что не так всё просто. Вот, например, когда был Mega Dump. Когда вчера. Позавчера уже. И я увидел цену в 250. 249. Вот тут был небольшой цехок. Я подумал, ну, всё, надо заходить. Зашёл. Стоп. Поставил на 242. Ну, через 40 секунд его выбило. Вот, как вы видите, аж до 237 сходили. Всё, его выбило. И тут же без меня улетело. Но я в этот момент вообще блинчики жарил. И даже не заметил. И повернулся. Смотрю. А уже всё. Уже 150. Уже цена 255. И уже как-то не хочется покупать после такого. Кажется, что будет более длинная коррекция. А нет, её не будет. Вот, видите. Хоп. Двойное, тройное дно. С повышающимися низами. И мы улетаем наверх. Вот. Так что это был, да, не очень удачный трейд. Со стопом. Ну, по битку зато были удачные трейды вот в этом же периметре на Дудоксе. Да, кстати, про Дудокс. Прекрасная биржа Дудокс. У нас с ними сейчас партнёрская акция. По которой вы в течение ещё полутора месяцев, до конца марта включительно, вы получаете x2 бонуса на депозит. Да, до конца марта вы получаете 50 долларов на депозит 0.1 BTC и 100 долларов бонуса на депозит 0.2 BTC. Ну, да, и 10 долларов вы ещё можете получить в качестве просто приза, даже без депозита, и на них пробовать торговать. Вот. То по нашей специальной ссылочке в описании под видео, а также в телеграм-чате нашем, в который вы обязательно добавляете криптокомменты, вы найдёте всю информацию. В чём прикол этой биржи? Давайте сразу расскажу отличия. Я вообще по ней делаю отдельное видео про риск-менеджер. Они тут вот добавили риск-менеджер, очень удобный. Самое главное офигительное отличие, сейчас вам расскажу. У них пока только биткоин к доллару. То есть, это такая же фьючерсная история, как битмикс, бай бит, только пока только биткоин к доллару. Но, смотрите, какой прикол. Короче, эта биржа идеальна для скальпинга, для скальперов и для тех, кому нужны короткие трейды в большом плече и кто хочет быстро и часто выводить. Смотрите, почему. Во-первых, здесь по ощущениям реально более низкие комиссии. А во-вторых, вот почему. Минимальный вывод 100 тысяч сатоши. И биржа, перевожу на русский, не берет комиссии за выводы, но майнеры берут 10 тысяч сатоши, чтобы транзакция прошла. Соответственно, 3 раза в день вывод по UTC в 0, в 8 и в 16. То есть, это по Москве 3 часа ночи, 11 утра и 19.00. Как на бай бит. То есть, в отличие от битмикса, да, не один раз в день, а три тоже. И всего 10 тысяч сатоши комиссии. То есть, это круто, потому что на битмиксе минимум 20, и то там бывает и 50, а на бай бит тоже 50 минимально. Поэтому битки неудобно выводить. Так что вот, смотрите. Я говорю, по личным ощущениям здесь скальпиш больше получается. Сейчас покажу кусочек видео, где я использую их риск-менеджер. Да, в принципе, здесь есть русский язык для тех, кому надо. Вот, видите, тут даже все написано. DUDEX не взимает плату, заводится трет на майнеры, сетевой заряд для транзакций. Короче, я не люблю на русском, потому что у меня вот это все, вот маржа, вот это вот кредитный рычаг или как там, причем. Все равно я не люблю на русском, поэтому я ставлю английский. И, в принципе, видно же, где все кнопки. Да, вот покупка, лонг, продажа, шорт, кредитное плечо, изолированный, 15x. Как бы все ясно. Книга ордеров. Я ставлю, я могу и китайский поставить, мне будет понятно, где что. Но English, и для вас советую тоже, если вы не понимаете English, хотя бы с этого начните. Поставьте себе хотя бы интерфейс на бирже, в компе English. И вы же знаете, куда тыкать, где что. Вот у вас купить лонг, вот продать шорт, вот книга ордеров, там вот лимитный рыночный, риск-менеджер, маржа. Изоляционная, кросс. Вы же все это знаете. Эти слова даже, они те же, их даже переводить не надо. У них только окончания русские, блин, суффиксы. Или как там их. Вот, поэтому, что, вот хотя бы с этого начните изучение английского. Ну, а я сейчас вам покажу коротко, как я пользовался риск-менеджером вчера, что ли, или позавчера. Я сейчас что-то дофига делаю, я не успеваю особо даже поторговать, сесть. В целом, да, я могу сейчас просто рассказать, показать, что с риск-менеджером вы выбираете вот здесь плечо. Все так же, как на всех наших любимых биржах остальных. Выбираете плечо. Но в риск-менеджере максимум 15-е, по-моему, можно. Я поэтому и поставил 15x вручную, вот здесь карандашиком. Вот. И выбираете цену лимитную. Можете тыкнуть в стакане последнюю цену, вот, по которой зайти. И выбираете здесь take profit и stop loss. То есть, вот он вам показывает. Допустим, если вы по 9.733 в long зашли, take, допустим, ставите на, я не знаю, там на, вот в процентах можно. Допустим, на 9.888, а stop, да, короткий, там, на 9.700, условно говоря, да. То есть, я сейчас не буду такой тренд делать. И тут количество контрактов, то есть, тоже риск, либо мануал. Вот можно риск просто на максимум сдвинуть, он дает 10. А, нет, он, вот, вот, когда красный здесь появляется, уже нельзя столько ставить. Риск-менеджер, короче, ограничивает вам объем. Вот, он дает сейчас мне поставить на 6,5 тысяч долларов при обеспечении в 500 долларов моего счета. То есть, грубо говоря, даже меньше, чем 15x. Ну и хорошо, и вот он пишет вам, что риск у вас составит 21 доллар, 4% на объем входа. А ревуаж награда ставит 104 доллара, 23% на объем входа. То есть, соотношение 0,2. То есть, в принципе, можно даже стоп дальше двигать. Из серии, там, 30 долларов делать стоп, чтобы вас вряд ли уже задело. Я сейчас к примеру говорю, я не хочу такой тренд открывать. А, и награда тоже, видите, сама раздвинулась, потому что они пропорциональны. Теперь награду. Угу. А, и объем поменялся. Вот фишка в этих процентных рычажках, что меняется все. Вот я, видите, подвинул стоп, и поменялся объем, поменялось все. Как-то он помогает тебе высчитывать, короче, чтобы ты не сливал. Ну, вот сейчас риск 40 долларов, и награда 100. В принципе, если награда будет 120, соотношение 1 к 3. Нормально, вот 0,33. Такое соотношение, в принципе, нормально для трейда. Вот, такой трейд нам будет стоить 0,02,5 миллиона сатоши. И принесет в хорошем раскладе, вот, где-то 1,200, 1,300. А унесет, соответственно, 400 тысяч, если застопится. Вот, как-то так. Риск-менеджер, прикольная штука, не дает вам без стопов вставать, не дает на 100x брать, на весь объем впрыгивать и так далее. Но если вам это бесит, вы можете торговать обычными лимитными ордерами, либо даже рыночными впрыгивать. Там все еще проще. Там все равно, когда вы назначите цену и скажете ему, там, не знаю, 5 тысяч контрактов, он вам все равно предложит выставить вот тейк и стоп. В принципе, те же яйца, только в профиль. Поэтому, что тут скажешь, попробуйте дудекс. Вот пример сделки вчерашней. Причем я делал и в шорт, и в лонг. Ну, просто сейчас лень искать, покажу вам только в лонг. Вот я открывался. Вот я ставил тейк, стоп. Но в итоге я увидел, что сделка пошла в мою сторону, хорошо. И решил закрыться до тейка. И закрыл ее вручную, собственно. Вот. Ну, а теперь что? Перейдем к новостям. Да, состоялся релиз облачного сервиса Binance Cloud. Он позволит клиентам запускать собственные биржи. Эта новость, я считаю, вообще чуть ли не номер один. Они, конечно, всех порвали с этим Binance Cloud. Теперь каждый, кто хочет, может запустить свою криптобиржу на движке Binance. По-моему, прикольно. По-моему, крутая новость. Довольно-таки бычая. И для токена BNB, и для вообще всего рынка в целом. Теперь, ну, какой-то конфликт в космос. 4Clock заключил партнерство с CoinGecko. Да, вот мы уже видим про эту, про Golden Cross. Новость. Все трубят про Golden Cross. Собственно, я не исключение. Ну да, вот и... Да. Что тут скажешь? Я плюс-минус только что вот это вам уже рассказывал. Но на самом деле поржать я хотел над другим. Где там Краеграйт-то? Да, Майк Новоградс говорит, что 20 тысяч мы увидим. Чуть ли не через 2 месяца к холмингу. Но, да, вот, видите, 2-3 месяца. Что-то, к концу года мы точно закрепимся на уровне 20 тысяч и выше. То есть 20 тысяч станет новым дном как бы. Окей, я в чем-то даже согласен, но... Опять же, не значит, что сейчас надо впрыгивать на всю котлету. Хотя, возможно, и значит, и я сейчас гоню. Просто я разуверившийся уже тоже трейдер, который не верит в то, что он был ранее. На это и рассчитано. Стадия Disbelief называется. Знаете, у любого зря. То есть уже, как это по-русски, избили в типа изочарование. Ну, не верование, короче. Вот. А самая главная новость вот. Крейг Райт. Давайте посмотрим на его рожу еще раз внимательно. Я даже думал вам перевести его интервью с Коэном Телеграф, но мне сказали в чате не надо. Идет он в жопу переводить еще. Самый провозглашенный этот Сатоши Накамото, который в речах иногда говорил, да, я читал white paper, ой, то есть я его писал. Или типа он про Сатоши, а потом ой, то есть я, вот этот человек, который реально пытается заказать, что он Сатоши, пригрозил сетям биткоин и биткоин кэш судебными исками. Вот это я обожрался, конечно. Он утверждает, что реестры, ну, блокчейн и биткоин регулируются законом и в авторском праве, положением баз данных. И как создатель биткоина, сохраняя единственные в своем роде права на любую копию базы данных, созданной в дженезис января. Короче, он утверждает, грубо говоря, что биткоин и сви, это единственный настоящий биткоин, а BTC и BTC, биткоин кэш, они типа как ушли от правил, поэтому их надо запретить на судебном уровне. Вот он тут сейчас, ну, это полная чушь, конечно. Но это говоря про BSV. Да, кстати, кто хочет пошортить BSV или вдруг полонговать, не дай бог, на бирже Poloniex есть в марджине он. Просто, я так понял, не на бинансе, нигде нет, его везде делиснули. Блин, вон, видите, все зеленое, зеленый день. Вчера он был краснющий, или позавчера, я уже путаюсь. И я писал в чате, что раз он такой краснющий, ждите как минимум отскока на зеленое. И вот он, отскок на зеленое. Короче, на Poloniex есть BTCSV в марджине, можно шортить, лонговать. И Dogecoin. Dogecoin нет в марджине на бинансе еще. Имейте в виду, если хотите набрать Dogecoin, мой лично как бы не финансовый совет вам, но мое мнение, что BSV шортить надо, но очень осторожно. Вот, а Doge, мое мнение, лонговать. Потому что Doge смотрите, что делает, каждый год-два. Он просто стреляет на 100 сатоши, а то и выше. Сейчас он стоит 28 сатоши, и очень давно накопление идет. То есть, Doge, тупо можно даже без плеча, на самом деле, лучше Doge набирать. На бинансе на том же даже. И тупо тейки выставлять. 50, 70, ну там сами, 90, 100, там 100, 120, я не знаю. А вось добьет. Фишка в том, что даже когда досюда добьет, и вы половину продадите, вы уже отбились. А тут уже пусть добивает, не добивает. Но тейки сразу на всю сумму, потому что он потом, видите, как сдувается. Ну и вот, то есть, а если вы совсем камикадзе, вы можете здесь еще в плече его взять. Под обеспечение всеми вот этими валютами. Хоть эфиром, хоть биткэшем, хоть дэшем, стелларом. Взять этого Doge в плече, и он фиганет. А плечо здесь 2,5х. То есть, грубо говоря, вы там на миллион сатоши можете взять, как на 2,5. Или там на биток, как на 2,5 битка. Ну понятно, да? И другое, что когда вы увидите вот такую уже историю на Doge, вы в принципе его тут можете шортить. То есть, вы можете даже не иметь ни одного Doge, но когда вы увидите, что он пробил 100 сатоши, и разворачивается уже вот так вот, Deskross какой-нибудь по нему там найти. Вы можете его шортить, и как мы видим, это потом отрабатывает тоже прекрасно. Вот БСВ я почему-то уверен, что надо шортить, но не прямо сейчас, возможно, потому что мы на хайпе. Давайте глянем его график 4-х часовки. Ну да, вот он видите, что творил. Вон он, как пампили его, как биткэш в 17-м, или когда в каком-то году было, когда биткэш полбитка стоил. БСВ пампили вон до 0.09 битка, почти до 0.01. Капец, вот оттуда его шортить надо было. Ну то есть, вот кто в ордер туда выстил, тот молодец. А сейчас, ну не знаю, мне кажется, шортить надо такое говно. Вон он и до этого, видите, что творил тоже. Вот тот памп предыдущий, я рассказывал, я вот здесь его, я по 0.2 его зашортил где-то вот здесь. Ну как с эфиром вчера было, только я лонговал. А он еще выше дал, то есть, я как правило тороплюсь чуть-чуть с трейдами, поэтому надо... Поэтому сейчас я записываю для вас видео, а не впрыгиваю в трейд очередной. Вот, такая ситуация. Но опять же, не финансовый совет, как бы свой страх и риск, и так далее. Вкратце разобрали, что, альт-сезон, похоже, что да, настоящий. Как бы, с какие альты брать, это уже вы сами делаете свой ресерч. И на сколько их брать, опять же. А, ну вот, по этим вкладкам еще быстро пробегаемся, и все, смотрим, что с позициями. Блокчейн Висперс, тоже все ссылки в описании, аналитика, графики. По блокчейн Висперсу у нас сейчас лонгуют 63%, шортят 36%. Нормальное соотношение такое, 2 к 3. Но считает он странно, как я уже говорил. То есть, Bitfinex это потовый эксченж и количество реальных позиций, лонгов, шортов, маржинальных при этом. Bitmix это вообще фьючерсы, то есть, воздух. А Binance он считает ордербук, то есть, заявки в стаканах, которые спуфят и убирают тут же. То есть, это не факт. Что вот так их сейчас тут же снимут, эти заявки, и будет другая метрика. Поэтому, почему он складывает вот эти биржи вот сюда, я не понимаю, это не очень. Я бы, если это делал, я бы складывал, скажем, Phoenix с Binance, с, там, что там у нас еще, Bitstamp, Coinbase, вот с такими спотовыми биржами. А Bitmix я бы складывал с Bybit, с Dudex, с фьючерсными биржами. И делал уже анализ из этого, потому что, по идее, наоборот, на фьючерсных, если все лонгуют, скажем, то могут быстренько на спотовых устроить шорт, чтобы вынести этих лонгистов. И наоборот. То есть, по идее, на этих биржах могут различаться даже в разные стороны перевеса. И по эфиру, вот они сделали тоже, эфириум лонг против шорт. По эфиру вообще 80% сейчас лонгует. Но тут всего Bitfinex и Bitmix, две метрики. Вот. Ну и альткоин капа на чарте Велеву тоже развернулась. Ну, кстати, тут вот, видите, у альткоин капа недельная RSI, он тоже немножко загибается. То есть, сейчас альтсезон такой под вопросом опять стал. Но по идее, по идее, если он сделает вот так, то альтсезон обеспечен нам. Ну и индекс страха и жадности сейчас нейтральный. А прошлой неделе уже был, уже перешли в стадию жадности. Сейчас откатились к нейтральному, потому что падали. Вот, видите. Но в целом, обычно мы как? Мы все-таки доходим до жадности. И потом падаем к страху. Так что, по идее, сейчас все смотрит наверх. Вот. И такой экстремальной жадности, как случается на пиках пузыря, еще не было. Так что, вот так вот, вроде все рассказал. Думайте сами, регайтесь на дудексе, заливайте по 0.1 BTC или по 0.2, получайте спешл бонусы и пробуйте торговать. Очень неплохой риск менеджер. Вот. У меня на этом пока все. Будут апдейты. Скоро запишу. Всем профита. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok